Тагильчанка Светлана Кастерина не слышит и не может говорить. Устроиться на работу глухонемому человеку непросто. Так и наша героиня долгое время была, как говорится, не у дел. В одиночку воспитывала дочь. И вот год назад председатель совета дома номер 24 на улице Пихтовая предложила соседке подработать уборщицей в подъезде. В первую очередь она замазала все дыры. Она закрасила у нас все пороги. То есть она такой порядок навела в порядок. И она всегда ходит с метелочкой, со шваброчкой. Ей не надо говорить в определенный день, в какой ей надо мыть. Она все это сделает сама. В этом году собственники настояли на том, чтобы Светлана Кастерина наводила порядок на придомовой территории. Так руководство правкомпании Дзержинский район приняло Светлану к себе на работу дворником. Светлана Анатольевна очень замечательно работает. Доброжелательный, ответственный сотрудник. Все, что ее не попросишь, она всегда все исполнит. Очень часто проявляет даже свою инициативу. Следит за порядком. Она следит за порядком и на прилегающей территории, и в подъезде. У нее везде чистота, порядок. Жильцы отмечают, каждый день их любимый дворник ровно в 7 утра начинает преображать двор и подъезд. Моет лестницы, лифт, вытирает пыль с подоконников. А затем приступают к самому сложному. Убирает снег и налет с тротуаров. Я здесь 7 лет доживаю, было вообще безобразие. А сейчас человек работает, видно, что всю душу вкладывает. Я живу здесь с основания этого дома. 34 года. Такой частоты у нас не было. Это большое ей спасибо. Молодец. 17 марта – день работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Мы поздравляем всех, кто работает в этой сфере. И говорим спасибо за труд.